Здравствуйте, и Вилеш Тилвилд! Как древнеегипетская царица Тия спасла котенка Бассет, часть первая. Там, где истощается парадигма истории, там на землю являются новые светлые сказки. Вилеш Тилвилд! Жила-была однажды королева-бабушка Тия, которая владела целым королевством, и все ее подданные знали, что она любит дарить подарки и проводить пышные праздники. Каждый год она устраивала великолепный праздник в честь своего внука-короля Тутанхамона, который был ее драгоценным сокровищем. Однажды, перед очередным праздником, королева-бабушка Тия обнаружила, что кто-то похитил все подарки, которые она собиралась дарить внуку. Она сильно расстроилась и решила обратиться к королеве-матери Нефертити за помощью. Нефертити с удовольствием согласилась с помощью, но когда они вместе начали расследование, они обнаружили, что у всех этих разнообразных подарков возникла одна общая и очень загадочная тайна. Потому что никто не мог точно сказать, кто на самом деле является матерью Тутанхамона, королева-бабушка Тия или королева-мать Нефертити. Вскоре выяснилось, что вместо подарков перед своей смертью, предыдущий фараон оставил тайную записку, где указал, что Тутанхамон был рожден от королевы-бабушки Тий, а точнее, через свою в ту пору венценосную бабушку Тию самим богом Амоном. Однако записка была написана неразборчивым почерком и многие сомневались в ее правдивости. Да и к тому же, как мог узнать давно усопший фараон о том, как будут развиваться все последующие события с его прямым, но тайным потомком. Ты тогда уже сам Тутанхамон, который был уже достаточно взрослым и венценосным, решил сам самостоятельно решить эту загадку. Он провел магический ритуал, чтобы выяснить, кто является его настоящей матерью. Ведь не мог же единый царь белого и синего Нила, на короне которого мирно сосуществовали золотые головы сокола и кобры не узнать эту странную сакральную тайну. Да к тому же однажды, когда принц Тутанхамон был еще маленьким, он услышал, как дворовый мальчик говорил своим друзьям о том, что у принца две матери. Тутанхамон был в шоке, и он решил разобраться в этом курьезном вопросе. Он начал спрашивать у своих ближайших советников и слуг, но все они отмахивались от него и не хотели говорить о тайне его рождения. Но принц не сдавался и продолжал искать ответ. И в конце концов, он получил ответ, который оказался настоящим шоком для всех. Его настоящей матерью была королева-мать Нефертити, а не его любимая бабушка королева Тия, которая и воспитала его как сын. Ведь молодая королева-мать в пору его предполагаемого рождения непрерывно рожала одних дочерей, непрерывно одна за другой, и их у нее было шесть. Правда, при том была одна закавыка. На всех иегрографических табулах его недавнего детства у трона царствующей Нефертити рядом с супругом ее фараоном всегда обнаруживалось только два младенца. И были то разнополые два младенца. Молодой фараон тоже призвал к себе главного жреца, и вот что тот тогда ему под страхом казни поведал. Жил-был фараон в Древнем Египте, и у него был сын, принц Тутанхамон. Все знали, что его мать была королева-бабушка Тия, но никто не знал, что на самом деле у принца было две матери, королева-бабушка Тия и королева-мать Нефертити. Все дело было в том, что королева Нефертити при первых же родах оказалась многоплодной матерью и привела в земной мир близнецов, мальчика и девочку. Ну, ах, если бы так, но все вышло чуть по-иному, и как-то не по-королевски. Ведь первой на свет показалась девочка, и только затем он, маленький принц, и это было очень не по-королевски, ведь все ожидали первородного принца. Благо хоть то, что и юная принцесса могла и обязана была стать в последующем женою Тутанхамона и матерью его с ней единокровных детей, и все бы так и было, если бы два младенца, рожденных от этого королевского брака не умери при рождении каждого из них со слезами забальзамировали, и каждый из них получил свой золотой саркофаг. А к тому же юный принц оказался болезненный от рождения Хром. Столько напастей на одного малыша бабушка Тия, которая от рождения узнала у богов его судьбу, снести не смогла, и она стала воспитывать Тутанхамона самостоятельно. Так и сегодня поступают многие бабушки в Украине, не доверяя многих малышей своим взбаломашенным дочерям, к тому же она боялась, что в окружении своих сестер хроменький принц окажется и мягкотелым. Этого она снести не смогла и поручила воспитание малыша злобному усатому генералу, кстати, сирийцу и весьма коварному человеку. И тот побудил юного и слабого фараона всю последующую жизнь только непрерывно воевать, чтобы в итоге Тутанхамон погиб героем, разя врагов в своей быстрой золотой колеснице. Но это было потом. Но прежде, однажды ночью, принц Тутанхамон услышал странный звук из залов, где хранились все сокровища его королевства и решил проверить, что происходит, и отправился туда в одиночку. Там он обнаружил скрытую дверь, которая вела в тайный коридор. Решив следовать по коридору, он наконец попал в комнату, где находились все династические документы и среди них записи о его собственном рождении. Когда он нашел эту запись, то узнал, что его настоящей матерью была королева-мать Нефертити, а не королева-бабушка Тея. Тутанхамон был в шоке, но он был и очень счастлив, потому что теперь он знал правду. Он рассказал об этом своим ближайшим советникам и слугам, и они были поражены тем, что тайна о его рождении была скрыта настолько долго. Тутанхамон тут же решил организовать праздник в честь обеих своих матерей, чтобы показать, что он любит и уважает их обеих одинаково. И этот праздник стал одним из самых пышных и великолепных в истории Египта. А сам Тутанхамон продолжил уважать и любить обеих своих матерей, и в их честь устраивать уже ежегодные пышные праздники, которые стали доброй традицией в том королевстве, отдаленной от нас за пеленою времени и пустыни. Но когда он умер, по приказу нового фараона, злобного сирийского военачальника, тайна его рождения стала большой загадкой для всех последующих древнеегипетских летописцев. Все знали, что его мать была королева-мать Нефертити, но никто не мог понять, почему летописцы не учли, что в ту пору, когда она рожала год за годом одних дочерей, ровно шесть, венценосная Нефертити родила однажды брата-близнеца к самой старшей из дочерей. Это и был легендарный юный Эхрамы, легендарный воинственный Тутанхамон. Но королева-бабушка Тия уже от рождения своего венценосного внука взяла в толк, что если бы люди узнали, что это Тутанхамон, ее сын, а не рожденный вторым при первых родах дочери Нефертити брат-близнец, то ее статус был бы подвергнут сомнению и она бы потеряла свою власть. Поэтому она решила убедить всех, что ее сын родился от ее мужа, фараона. И хотя летописцы знали правду, они боялись выставлять на посмешище королеву-мать и ее мнимого ребенка. Поэтому они решили замалчивать этот факт и продолжать писать официальную историю так, как ее хотели видеть и королева-бабушка Тия, и королева-мать Нефертити. Остается задаться вопросом, а какие подарки дарила своему внуку бабушка Тия? Все ее подарки оказались опорными золотыми тросточками для ходьбы храмового ребенка. Пока внук подрастал, подрастал и размер золоченых тростей, в гробнице юного фараона их оказалось более 30. Только они и остались свидетелями любви и сострадания к своему внуку от королевы-бабушки Тий. Сакральное имя Тия, или Тия, имело значительное значение в Древнем Египте, особенно в контексте царских женщин. Это имя носили несколько выдающихся женщин, связанных с фараонами, что подчеркивало их высокий статус и влияние. Назовем здесь только некоторых из них. Первая Тия была великой супругой фараона Аминхотипатрии и матерью фараона-реформатора Эхнатона. Она играла важную роль в политической жизни Египта, активно участвуя в государственных делах. Ее влияние было настолько велико, что она упоминается в дипломатической переписке с другими правителями. Великая супруга египетского фараона Аминхотипатрии известна также как мать фараона-реформатора Эхнатона и бабушка Тутанхамона. Ее статус и влияние продолжались через поколения, что подчеркивает важность этого имени в царской семье. Хотя имя Тия не связано напрямую с Рамзесом-2 и Рамзесом-3, оно все же остается символом женской власти и влияния в Древнем Египте. Женщины с этим именем часто занимали высокие позиции и играли ключевые роли в политической и религиозной жизни страны. Известно, что изначально имя Тия символизировала не только высокий статус, но и сакральную связь с божественными и царскими аспектами египетской культуры. Женщины с этим именем часто были связаны с важными религиозными и политическими реформами, что подчеркивало их значимость в истории Египта. Имя Тия в Древнем Египте было не просто именем, а символом власти, влияния и сакральной значимости. Женщины, носившие это имя, играли ключевые роли в истории страны, оставляя неизгладимый след в ее культурном и политическом наследии. Во времена величественных цариц Древнего Египта, таких как Хадшипсут, Нефертити и Клеопатра, появилась в царском дворце мода на сакральные зеркала. Эти зеркала позволяли царским кошкам переходить из миров зазеркалья и обратно. Однако однажды зазеркальная мама-кошка потеряла своих голодных котят в бесконечном междумере. Чтобы больше никогда не слышать их голодных криков, она своим хвостом разбила все сакральные зеркала и стала на этих бесконечных границе. С тех пор, когда подрастают земные кошки, они упорно, но тщетно пытаются перейти в зазеркалье. Тогда к ним приходит великая и мудрая утешительница всех земных потомков Бастит. Тие уводят любопытствующих в виртуальную кошачью игротеку, где земные коты и кошки обретают себя в малом и находят для себя в этом большое утешение. С тех давних пор и существует поверье, что запредельные кошки позовут и возвращаются в наш мир, чтобы тому или иному страдальцу сделать регрессивный массаж мозгов и возродить угасающую светлую память о прошлом.